Добрый день, дорогие читатели! Близится бархатный сезон, и поэтому нашу новую выставку мы решили посвятить Крыму. С давних времен Крым считался одним из оплотов мировой цивилизации, во многом потому, что на его территории совмещалось сразу несколько культур, начиная от европейской, кончая османской и татарской. Среди народов, населявших Крым в глубокой древности, были печенеги, половцы и даже готы. В связи с чем, первый стеллаж нашей выставки посвящен историческому аспекту видения Крыма не только как геологического объекта, но и как исторической достопримечательности, имеющей в себе мультикультурные корни самых разных национальностей и государств. Особо интересен средний стеллаж нашей экспозиции, так как на нем размещены книги из редкого фонда. Книги XV и XVIII веков представляют собой самый настоящий путеводитель первых европейских исследователей под побережью Крыма и выстраиванию самых первых маршрутов по-настоящему диких по тем временам условиях. Первая полка нашей экспозиции посвящена династии последних русских царей Романовым. Не секрет, что Николай II и вся его семья очень любили отдыхать в Крыму, ибо считали климат и атмосферу там располагающим к философским размышлениям. Если вы хотите подробнее узнать о жизни царской семьи в то время и об исторических событиях, творившихся в тот период в дореволюционной России, то можете обратить внимание на эти книги. Вторая часть нашей экспозиции названа «Автостопом по Тавриде», и мы решили оформить ее в стиле «тревел-гид». Средняя часть нашей экспозиции посвящена разнообразным гидам, рассказывающим о том, как выгоднее пропутешествовать в Крыму с наименьшими для себя финансовыми потерями и потерями непосредственно по маршруту. Здесь мы собрали гиды на любой вкус, от советских, рассказывающих о старинных местах, до самых современных, таких как Крым на автомобиле, для тех, кто путешествует на своем личном автотранспорте. Верхняя полочка нашей экспозиции посвящена городу-герой Севастополю, ведь, как известно, он сыграл одну из главнейших ролей в победе русского народа над силами гитлеровской Германии. Сейчас мы перейдем к следующему стеллажу, рассказывающему о двух самых популярных направлениях в Крыму, это санаторно-курортное лечение и виноделие. В части санаторно-курортного лечения у нас много книг, посвященных одному, наверное, из самых популярных санаториев Крыма и в Патуре. Верхняя полка нашей экспозиции посвящена искусству виноделия и знаменитым массандровским виноградникам. Следующая часть нашей экспозиции называется «Мгновение застывшей вечности». Мы не случайно выбрали такое название, так как книжки здесь рассказывают о знаменитых деятелях культуры, в чем сердце Крым оставил свой неизгладимый след на долгие годы. В частности, речь здесь идет о знаменитом русском художнике-маринисте Иване Айвазовском и таких замечательных русских писателях, как Александр Сергеевич Пушкин и Антон Павлович Чехов. И заключительная часть нашей выставки называется «Крым в художественном слове», ибо посвящена она художественной литературе, так или иначе отражающей Крым, либо в качестве лейтмотива произведения, либо в качестве местодействия, где происходят события книги. Здесь у нас представлены такие замечательные авторы, как Беляев, Василий Аксенов, Куприн, Юрий Слепухин, даже Лев Толстой со своими знаменитыми севастопольскими рассказами. Но отдельного внимания заслуживает книга Елены Соловьевой, кстати, сотрудника нашей библиотеки, «Маргарита едет к морю». Ведь эта замечательная книжка сочетает в себе как молодежное фэнтези для младшего поколения, так и самый настоящий гид по крымскому побережью. Спасибо за внимание. Мы будем рады видеть вас в нашей библиотеке.